Всем привет, друзья! Добро пожаловать! Сегодня у нас страшные игры. Сегодня у нас визага. Визага — это, в общем, такая игрушка, в которую мы уже с вами играли, страшная, стрёмная. Она вышла в полной версии, поделена на главы, поэтому я предлагаю прямо сейчас начать её играть, посмотреть и проходить. Так, новая игра. Визаги. Ну, на самом деле, визаж, типа, как бы правильно, поэтому будет играть непросто. Вам понадобится терпение, скрупулёзное внимание к деталям, то, чего у вас нет. Поэтому играйте и наслаждайтесь. Давайте посмотрим, что они поменяли, что здесь новенького, свежего. Спасибо за визаж, всего хорошего, пока. Мы прошли с вами игру, прекрасная игра, замечательная. Ничего не могу сказать плохого. Нет, могу сказать плохое. Нихуя не понял, но было, конечно, неинтересно. Ладно, давайте соберёмся, потому что перед нами, хотел сказать, пай.т. По-моему, пяти начинается тоже примерно, как бы ты валяешься в блевотине, в кровище, тараканы, мухи, твои лучшие друзья. Ну, а что поделать? Каким-то чудом, я так понимаю, мы выживаем после того, как мы пытались себя убить. А вот это я уже помню. Наш старый, добрый, любимый дом. Здравствуйте, Святая Мария. Так, сейчас мы послушаем. Всё в порядке по звуку, да? Ой, я мать, я куда сай. Да, вроде по пикам всё в порядке. Пошли посмотрим, что это такое. Зал прогресса. Этот зал своего рода выставочная витрина предметов, символизирующих ключевые этапы игрового процесса. Предметы будут попадать вам в руки разными способами, включая завершение главы. По мере нахождения этих предметов, они будут автоматически появляться в зале прогресса. Хорошо. Спасибо. Сюда можно поставить свечи, которых у вас нет. Ну, ладно, что ты мне предлагаешь? Это плохая затея. А видно, да? Видно, нормально. Нормально. Хорошо. Тут столько свечей, нельзя взять их, чтобы с собой носить? Тут что такое? Всё закрыто. Видишь, я себя пытаюсь настроить как бы на позитивный лад. Шутим, смеёмся, радуемся жизни. Ладно. Телефон-то хорошо. Значит, мы не потерянные люди, нам звонят. Здравствуйте, Дуэйн. Это Роуз, ваша соседка. Я понимаю, что уже поздно, и знаю, что нередко волнуюсь из-за сущих мелочей. Сущая мелочь — это типа я. Сущая мелочь, что я, да? Это она про меня такое имела в виду? Прошу прощения, что я такая невежливая. Почти три недели я не видела, чтобы вы выходили из дома. Всё в порядке? Не могли бы вы перезвонить, чтобы просто сказать, что у вас всё окей? All right. All right. Goodbye. Блин, я, конечно, всё понимаю, но бывает, что люди больше трёх недель могут не выходить из дома. По разным на то причинам. Но бабуля переживает. Так, если она переживает, так вызови копов. Пускай приедет полиция и проверит, что здесь. Если копам никто не откроет, они начнут проверять, могут зайти сюда, но без ордера не зайдут. Печатки какие-то. Всё какое-то залапанное, всё какое-то грязное. Фу. Так, а что делать? Какие цели у меня? Ключевые предметы. Я думал, этот диван в крови сначала. То есть мне показалось, что это кровь. Но это просто такой странный какой-то узор в стиле ржавчины. Ладно. Хорошо. Здравствуйте, мистер Феликс. Я помню тебя. Я же проходил, по-моему, первую главу, да? Но это было очень давно, и, скорее всего, тут всё поменялось. Какие цапли, ебать. Или это лебедь? Это цапельки. Вот с этими шнобелями и клювчиками. Это цапельки заблокированы. А хоррор когда начнётся? Когда бабушка придёт? Это действие в данный момент недоступно. Я же включил. Ху. Что это было, слышали? Хуп. Такой хуп. Где-то ламочка взорвалась. Заперто. Вам понадобится ключ с прикреплённым к нему зеркальцем. Зачем? Чтобы не забыть, как я выгляжу? Ха-ха. Или запечатлеть мою реакцию, когда я буду дверь открывать? Психическая стабильность. Психическая стабильность вашего персонажа влияет на ход игры. Так, долгое нахождение в темноте может снизить вашу психическую стабильность, повлечь за собой иные последствия. Психическая стабильность персонажа отображается в виде пиктограммы мозга. Если вы отчётливо видите изображение мозга, значит, вам... Вам жопа. Я понял, это было. Мне нужен свет, чтобы мозг не видеть. Ха-ха, хорошо сказал. Так. Значит, давай пока просто погуляем. У нас сегодня такая вот экскурсия по дому. Что здесь? Сюда? Бля, ему плохо. Я могу туда пойти, могу сюда. Давай сюда пойдём. Да я понял. Паранормальные явления. Паранормальными явлениями приходят произвольным образом на протяжении всей игры. Научитесь распознавать паранормальные явления, так как они могут замедлить ваш прогресс и катастрофически понизить вашу психическую стабильность. Состояние психики вашего персонажа влияет свою очередь на количество паранормальных явлений. Серьёзно? Лампочка разбита, как моё сердце прям, да? Хотел сказать главный герой. Её можно заменить на другую, но у меня нет таких лампочек. Так, ладно. Пока ты с ума нахуй не сошёл, давай будем двигаться вперёд. Какой-то радио включилось. Хорош, наверное, там на улице. А сознание того, что за дверями есть какой-то мир, его как бы не отешит особо, да? Шо это такое? Взяв этот предмет, вы начнёте новую главу. Я ещё, блядь, в этой не разобрался. Как я могу начинать что-то... О, лампочка. Лампочки можно использовать, чтобы починить сломанные светильники. Спасибо, Кэп. Давай. Так, лампочка. Значит, смотри, по-моему, здесь бахнуло, да? Ох, да будет свет! Слава тебе, Господи! Что, хотя бы не темно? Какие-то ключи валяются, смотри. Но они поломаны. Куча разломанных ключей. Вообще странная хорма творится. Так, тут заблокировано. Если что, эти костыли мы с тобой, видимо, должны взять, да? Ну, чутка по паже. Заперто, ключ от подвала. Да вы ебанулись, что ли, ребят? Ну, куда столько всего? Вот, я закончил прохождение этой игры вот в этой ванне, по-моему. Я помню. Я до сих пор помню, что тут происходила какая-то лютая канитель. Сколько бумаги, ги хера себе, бля. Запас. Бля, я думал, это пельмени лежат. А это свечки растопленные. Удерживай, чтобы открыть. Закрой и никогда больше так не делай. А что, мне надо реально отходить так далеко, чтобы двери открывать? Можно я свет врублю, блядь? Ни черта не вижу. О, спасибо. Мне кажется, что я зря, наверное, сюда попёрся. То есть здесь как бы всё должно быть логично, правильно? Ты берёшь какое-то задание, начинается голова. Открывай, ебёныч. О, мама дорогая. В такую тьму ходить нельзя. Потому что иди, знай, что там будет. Вообще странное расположение, да? То есть мы зашли, вышли как-то. Пошли вниз, наверное. О, ключи. Смотри, это берёшь, короче, новая глава. Вот это берёшь, новая глава. Вы издеваетесь, что ли? А можно я со старой разберусь, прежде чем новую делать? Так, я ещё сюда быстренько сгоняю. Пока совсем дураком не стал. Хоть посмотрим. Тут не работает. Так, хорошо. А, так я вернулся обратно. Всё, я понял. Тут закрыто. Ну хорошо, давай возьмём, что там надо было взять. Мне как бы особо не намекали на то, что... А, я могу спуститься, стоять. Что это такое упало? А, это туфли. Подвальчик. Заперто. Предметы. Удерживать, чтобы открыть. Существует два типа предметов. Ключевые и динамические. Динамические предметы хранятся по мере возможности. Ключевые предметы играют важную роль в игровом процессе. Всё, я понял. Ну, записку забрал. Нахер тебе эта бумага? Ладно, там висел ключ. Скорее всего, наверное, это был ключ от подвала. Сейчас возьмём его. Так, а мне важно, что брать? Костыль или ключ от подвала? Давай возьмём. Вы нашли ключ с прикреплённым к нему зеркалом. А, зеркальце, твою мать! Глава Долорес. Сон разума. А костыль-то пропал, слышишь? Так, а комната я помню где. Там была вначале... Вот комната с зеркалом, кстати. Переместить, удерживать инвентарь. Ну? Используй, долбоёб. Что ты делаешь, блядь, дурак? Что он делает? А, вот, открыл. Открылась дверка! Так, залетаем. Это свет такой? Считай, что его здесь нет. Заблокировано. Долорес? Ты здесь? Какой-то хуёвый звук. У меня ни свечей, ничего нет. Ебать, ты дурак, что ли, зеркало? А я не отражаюсь, как обычно. Это нормально уже, да? Что мне надо с ним делать? Смотреть в него? Я посмотрел. Толку от этого? Ладно. Оно просто пропало, бля. Хорошо. Не надо так делать. Бля, вот это напрягает, что оно самостоятельно выключается, включается. Так, это не всё. Тут ещё были двери. О, так, вот это. Использовать ключевой предмет. Вот, всё, мы разобрались с тобой. Вроде бы понятно. Так, на себя или от меня? Ко мне. Ко мне давай. Давай, родная. Так. Блин, мне фонарик бы хоть какой-то маломальский. Я уже начинаю нервничать. И что? Я пришёл туда же, где был. Самое смешное, что зеркало пропало. И куда мне идти? А-а-а. А-а-а. Вот ты что хочешь, чтобы я сюда прошёл, да? Пиздец она криповая. Так, вот это, походу, огромное зеркало. Просто если меня будет кто-то убивать, нифига, спетильничек. Смотри, какой мощный. Ха-ха, мне нравится. Привет. Вы нашли ключ с биркой подвал. Это он в меня влез, короче. Он проглотил его. Так, спокойно. Нет, давай лучше включим. Белый шум, я знаю, типа может успокаивать. На нём можно смотреть видеокассеты. Ну и слава богу, блядь. Ну и слава богу. Так, вот это вот надо убрать, правильно? Чудеса! Да це же магия! Что там наверху? Ну, типа зеркало должно меня пугать. Я должен, типа, орать, кричать, наверное. Но я этого делать не буду. Вот светильник. Отлично. Так, вот похоже, это Долорес, видимо. Мне казалось, что оно здесь как-то более линейно, типа, как было раньше. О, Иисус, я помню тебя здесь. Ты был. Ты здесь уже был. Так, мне наверх. То есть мне показывает, что я должен проследовать за всеми, видимо, перемещениями этого зеркала непонятного. Так, здесь закрыто. Здесь пока тумбочка. Понял, принял. Давай попробуем сначала в подвалиться, наверное, да, наведаться? Или не надо в подвал? В жопу, дай его. Подвал во всех играх это самое злачное, блядь, место. Так, там паранормальное дерьмо творится. Не надо! Так, Марга. О, привет, малышка! Я тебя нашел. Похоже, зеркало отображает некую комнату в доме. Комната с креслом-качалочкой. Креслом-качалкой! Вот. Все правильно, все красиво. Слышно, как с чердака приближаются чьи-то шаги. Самое время наложить в штаны, блядь, наверное, да? И что мне делать? Этот потя, блядь, мамина бегать не умеет. Смотри, я могу только плавать здесь по квартире. Кто-то ходит. Кто ты там, блядь? Ручка в недосягаемости. Ну и слава богу, наверное, что он там ходит. Я как-то мало-мальски к этому имею отношение. Сейчас мы пойдем в подвал, только... Ты работаешь вообще? А, ты это нормально. Нормально. Открываемся. Что у нас здесь? Свет, можно, пожалуйста? Я же тебе не круто, босса, но я помню этот сейф. Заберто, нет никаких указаний. Надо найти ключ. Это мы тоже помним. Но я же говорю, я играл много лет назад в это дело, и оно, скорее всего, поменялось как бы. Добавились главы. Игра уже вышла как бы давно в релиз. А я про нее забыл. Смотрю, в Стиме у меня визаж. Мы же с тобой играли, было весело. Так что, надеюсь, игра не подкачает. Судя по отзывам, здесь как бы все очень даже годненько. Джонни и я. Всякие зайчишки, мишки. Ну, все как надо. Бояться, наверное, здесь нечего, да? Ну, ходить по этим комнатам, мне кажется, не сам. Блядь, какая кукла стремная, пиздец. Она, по-моему, смотрит на меня. Смотри, я хожу. Она смотрит на меня. Давай, открывай. Хули ты такой медленный? Не-не-не-не-не-не. Туда мы не пойдем, братишка, с тобой. Где это включается свет? На улице? Короче. Так, детские эти штуки надо потом оставить. Мы должны придерживаться с тобой определенной тактики. Правильно? У нас есть ключ от подвала. Значит, надо идти в подвал. Закройся нахрен. Ну, в любом раскладе мне нужна комната с качалкой. Вам понадобится ключ от гаража. Ну, от этого. Давай, открывай. Что, дурак? Ты дебил? А, этот ключ не подходит. Это разве не подвал? Мне казалось, что это типа спуск в подвал. Там даже комната просвечивается немножко. Ладно. Хорошо. Да. Тут было открыто? Ну, предположим. Так, подвал, подвал. Может быть, вот это? Та дверь, в смысле, не заперта? Ну, правильно, я же ее открыл. Она уже не заперта. Давай, открывай. Открывай. Здесь немножко туповато вот эти вот открывания-закрывания сделаны. Можно я включу? Я нихуя не вижу вообще. Как ты мне предлагаешь туда идти? А где выключатель? Здесь же вот, смотри, светильник есть. Похоже, все исправно. Исправно это когда горит свет. А когда ты нифига не видишь, это ни черта неисправно. Что это? Зажигалки используются как небольшой источник света. Передавай. Походу, я нашел подвал. Э! Врубай, ты что, дурак, что ли? О! Это уже ситуейшн как бы получше, правильно? Так, открываем. Нам нужно кресло-качалка. Блин, нифига не вижу. Тут ничего. Где-то там, что-то в конце там. Какой-то маленький источник света. О, сторидж рум. Хорошо. Сторидж рум, это замечательно. Блядь. Я тут... О, наверное, здесь. Мне кажется, что это было здесь, по-моему, да? Вот это кресло-качалка тут же стояло? Сюда можно поставить свечи. Если бы я их нашел, я бы их сюда поставил. Нет, это не тут. Блин, я не туда пришел. Так, вырубай. Лампочка, привет. Иди сюда. Мне такое чувство, что кто-то топает вместе со мной. Старайтесь не оставаться надолго в темноте. Да, стараюсь, блядь, стараюсь. Во, малышек, иди сюда. Сюда можно... Что сюда надо вставить? Что туда... Непонятно, что туда вставляется. Так. Я где-то куда-то пришел. Давай пусть эта дверь будет открыта. Мне так спокойнее. Вот здесь нужен ключ от подвала. Пожалуйста. Открыто? Да. Давай, открывай резче. О-о-о. Плохо дело. Так, вы не можете использовать это здесь. Так, а сколько зажигалок? Она долго работает? Там же вроде надо было менять их, по-моему, да? Либо маслицы, либо хрен его знает что. Так, подвал. Это, конечно, зашибись, блядь. Здесь какие-то комиксы. Я что-то нашел. Чего? Какое-то достижение в стиме дали. Что-то как-то пока не очень все логично, как я и думал. Но ничего, разберемся. Да, не самое приятное место. Я еще взял сжигу. Еще? Хорош. Так, включи, пожалуйста, свет. О, таблетки помогают восстановить психическую стабильность вашего персонажа. Они критично, критически важны для вашего выживания. Когда ваша психическая стабильность достигает критического низкого уровня, восстановить ее помогут эти прекрасные пилюли. Понял, это что такое? А, это, я понял. Холодильник открывается? Давай, родной. Что у нас там? Никаких человеческих тел нет, но там матрешка лежит, по-моему. Я взял какой-то предмет. Он вроде бы был, а вроде бы и нет. Ладно. Смотри, видишь, она пропала сейчас вот такая. Хоп, и все, на молекулы и атомы она расщепилась. Непонятно, нахер это было де... Делать, бля... Ну, ладно. Так, ну тут все хорошо. Я по-прежнему пытаюсь найти, где же это сраное кресло-качалка было. Шо это? Электрическое напряжение там было написано. Так, увеличить, повернуть. Дети, если вам понадобится или комната электрическая, то вы должны сказать об этом вашему отцу. А он в офисе наверху. Вам понадобится ключ от электрощитовой. Хорошо. Сюда, видимо, свечки тоже надо вставлять. Но у меня нету ничего. Так, это я обошел. Нет никаких указаний, каким ключом открывается эта дверь. А тут что? Я думаю, что мы зря сюда вообще за... Ябать, копать. Это бойлерная, что ли, какая-то? Походу, да. О, свечка. Свечи это стационарные источники света, которые можно зажить зажигалкой. Если вы попытает... Бля, моя зажигалка почти пуста. Это плохо. Стремянка, прикол. И чё? Возможно, сейчас не лучшее время, чтобы туда идти. Да, согласен, дерьмо. Лучше не надо. А стремянку нельзя с собой? Взаимодействие. Так, а как мне менять зажигалки? Как понять, сколько там осталось? Видимо, никак, да? Всё, она потухла. Она потухла. А, правая бросить. Вот эту я выброшу. Вон, типа, она уже испорчена. Всё. Меняем обратно. Зажигаем. Так, погоди-ка. Почему туда не время лезть? Объясни мне, пожалуйста. Может быть, в этой голове, типа, нельзя этого делать? Потому что раньше было немножко по-другому всё. Привет. Так, тут ничего интересного. Слушай, надо вернуться, я думаю. Нам с тобой придётся вернуться обратно, потому что здесь пока сюда я что-то рановато забрёл. А знаешь, куда я не ходил? А, тут я был. Письма какие-то. Правила нахождения в подвале. Я вот туда не ходил. Я вот в тот конец не ходил, точно тебе говорю. Так, открывай давай эти сраные штуки. О, ни хера. А тут весело, однако. Какая-то банка. Шо ты творишь, мать твою? Мы пока просто изучаем. Сторидж-рум. Мы же были в сторидж-рум, да? Кладовая. Динамические предметы, которые важны для игрового процесса, будут автоматически возвращены в кладовую, если вы их оставите или забудете. Я понял, спасибо. По-моему, я сюда не заходил ещё. А ну-ка, включи свет. Фух, тут есть и таблетос, и смотри, свечка запасная. Надо будет пораставлять. Я же не знаю, как долго оно всё горит, понимаешь? Бля, вот эти звуки, конечно, это напряжение. Так, стоять. Вот. Здесь кажется, как будто кто-то лежит. Просто пустой ящик. Нахрен ты его берёшь. Вот. Это, конечно, зеркало, но явно не то, что мы с тобой искали, правильно? Ещё таблетки. Что в смысле? А-ха, ваш динамический инвентарь уже забит. Серьёзно? Я могу бахнуть? Ну, как бы не надо было, но проверили, как оно работает, правильно? Всё в порядке, всё хорошо. Так, давай искать. Тут тоже... О! В смысле? Тоже забито? А чем я забил? А, у меня две эти. У меня... Мне надо свечки поставить где-то. Давай на этом этаже где-то поставим свечку. Тут плафоны, тут всё в порядке, но где-то... Вот сюда вот можно. То есть берём свечу. И всандаливаем её вот сюда вот. И потом зажигалкой зажигаем. Вот. Свечка такого типа, она, в принципе, должна довольно долго гореть, так что всё в порядке. В этой комнате прям кладовая. Ну, чисто кладезь всяких полезных вещей. Так, это я заберу. Это я ещё, знаешь, так хожу, особо как бы не всматриваясь в то, что тут находится. Это туалет, наверное. А, это... Бай, тут стрёмненько, блин. Вот сюда бы положить. Да ты ебанулся. Блядь, ты чё, дурак нахуй? Ты чё тушишь-то? А, таким образом мы попали прямо в детскую с тобой. Мне нужно найти комнату с бабушкой, где вот это вот кресло-качалка. Судя по звуку, это где-то рядом здесь. И вот появилось. Мне казалось, что тут вроде не было ничего. Так, потуши пока. Так, здесь я был. Это детская. Надо примерно запомнить расположение вот этих вот всех вещей тут. Да ёбаный сыр, ты же дурак, что ли. Давай поставим тут свечку. И попробуем её зажечь. Вот так вот. Вот теперь уже как-то попроще, правда? Уже проще жить стало. Всякая газетёнка. Ничего. Опачки. Вы нашли ключ с электрическим символом. Это, походу, комната отца. И здесь нам сказали, что вот тут-то вы найдёте ключ от электрощитовой. Вроде бы она так называлась. Фух. Так, туши пока здесь довольно светло. Сейчас я ещё осмотрюсь. Тут вроде как бы всё окей, всё нормалёк. Здесь всегда горит свет. Как ни крути, в туалете всегда светло. В этой комнате я тоже был. Но кресла-качалки здесь нет. Поэтому мы продолжаем с тобой искать. Это куда? Это чего такое? Ну, как бы... Ну, как бы ок. Просто гардероб. Ничего удивительного. Вот, смотри, видишь? Я вот не знаю, где... Вот ещё матрёха. Бля, она стрёмненькая. И что, прекратить изучение матрёшки. А зачем она мне нужна? Похоже, зеркало отображает некую комнату. Блин, я знаю, что ли, где эта комната. Это вообще на чердак похоже. Судя по окну и картине, это где-то на чердаке. Но до чердака же надо как-то добраться. Ручка в недосягаемости. А стремянка была где-то внизу. Но он не говорил, что её надо взять с собой. Понимаешь? Ну, нормально. По крайней мере, я открыл себе проход. И это уже как-то попроще выглядит. Теперь в случае чего можно спокойно отсюда выйти. Так, мне нужен ключ от подвала, как я понял, да? Опа! Матрёшечка, погоди. Так, открывай. Я тебя прошу, сделай это нормально. Не знаю, зачем это надо брать, но... Раз надо, так надо, как говорится. Так, прачка. Что это? Ключ от подвала вам нужен. А у меня есть такой ключ? Естественно, блядь. А ты думал, нету? Есть, конечно. Что же не будет-то? Ты открывай, пожалуйста. Вот, мы себе снова сделали короткий путь. Прекрасно, да? Так, что тут интересного ещё было? Тут выходов нет, там проходов тоже. Вот в эту часть, кстати, я не ходил. Давай включим. Тут стул завалился. Надо бы убрать, наверное, удар, чтобы пройти дальше. Ну, допустим. Что-то ему хреново, по-моему. Так, брательника, открывай. Смелее, братан. Вот мы с тобой снова вышли в холл. Вон там стоит этот чел, мы его просто типа обошли как бы. Наверное, мы сделали что-то хорошее, да? Что здесь? Так, привет. Что у нас внутри тут есть интересного? Там же наверняка что-то есть. Мне даже заставка пошла, типа. Сейчас будет страшно? Или ты туда полностью залезть хочешь? Я бы залез бы, наверное, если бы позволял бы телосложение. По-моему, это самое безопасное место, где можно находиться. Это в стиральной машине. Что-то я там взял. Судя из записки, которую мы видели с тобой на двери, вы нашли ключ с биркой гараж. Гараги. Сейчас пойдем в гараги. Блядь, я думал, это ноги чьи-то. Леди Гаги, да? Старые добрые шутки никогда у нас не пропадут. Так, тут все в порядке. Фух. О, теперь он там стоит, блядь, чмырёныш. Так, он поменял свое местоположение. Это хорошо. Я, наверное, смогу здесь выйти. Ебать, тут темно. В смысле? Во. Да, он ушел, смотри. Теперь он там стоит. Но мне надо в гараж. Я смогу мимо него пройти в гараж? В принципе, да, потому что мне вниз туда. Что за хуйня было, блин? А, игра думает, что он здесь, что ли? Смотри, я в невидимое что-то упираюсь. Нормально так. Глючит у нас делишки-то. Так, смотри, поехали. Во. Вот, родная. О, привет. Внимание, старайтесь не оставаться. Так тут не темно. Алло, гараж, ты че? Разве это темно? Это же нормально, видно все. Какая тачка. Блин, такой, знаешь, дебиломобильчик, я помню. В ГТАшке такие же были. Блин, эта лампа долго не выдержит. Судя по тому, как она работает, долго работать она не будет. Так, что нахера я сюда пришел вообще изначально? Погоди. Что-то есть? Что это? Какая-то бутылка. Так. Мне кажется, я не все осмотрел. Тут очень до хрена всяких этих предметов. Что здесь? Ящик с инструментами, но там пусто. Там ничего нет. Лопата. А нельзя вот этой херней ее с собой взять и там открыть этот чердак, не? Что это, блядь, за звук? Я не очень понял, откуда это было. Но это было стремно. Так, тут все чисто. Так, что мне надо? Мне надо чем-то открыть. Мне надо какая-то стремянка. Или что мне надо? Грабли нужны? Наверное, вряд ли. Пилы, смотри. Хера там пила, блин. От одной пилы уже страшно становится. Пошли наверх посмотрим, что там у нас. Тут светло. Тут нормалек. Че психика-то, блядь? Тут светло. Алло, гараж. Идиотус. Чего ты? Че он барагузит? Все в порядке же. Ну, мне, по крайней мере, не страшно. О. Что это было? Что это было? Мы что-то сделали. Тут не всегда как бы логично, понятно, что вообще происходит. Так, это не надо. Есть запасные лампочки. Притом до хера, смотри, целых три штуки. Ключ от гаража. Здорово. Здорово, ублюдок. Притом он стоит прямо там внизу. Давай я просто вот так вот прикрою пока что. Пускай будет так. Так, лампочка здесь. Вот эту надо менять, наверное, да? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это уже стрёмно. Даже мне кажется, это уже запредельно. Я её не трогал, она сама упала. Так, мне надо... Выпей, наверное. Так, тебе как-то полегче будет, я думаю. Я не понимаю, что происходит, но здесь, в этой комнате, в начале, где мы с тобой были, здесь есть вот такая штука. Внимание, ваша зажигалка почти пустая, только взял её. Ты издеваешься? Ты прикалываешься, что ли? Так, погоди. Погоди, здесь очень такой незаурядный управленец. Это положи. А это придётся взять. Этого мужика мы с тобой уже видели, по-моему. Вот этой хренью, я так понимаю, что я смогу открыть сейчас чердак. Я искал табуретку. Я бегал, блядь, по этому дому, как умалишённый. Искал чёртову табуретку. А оказалось, что мне надо было зайти обратно в эту комнату, где вот Иисус, Мария. Типа комната сохранения. Багорчик называется. Ну, котерга, багор, блядь. У каждого своё, как говорится, понимание. А бабушка продолжает, видимо, нам наяривать, я так понимаю. Игра не поддерживает функцию автосохранения при необходимости. Серьёзно? Всё ручками надо делать, да? Хорошо, давай ручками сохранимся. В следующий раз будем использовать быстрые. Все эти мансы. Так, зажига всё. Зажига сдохла. У меня есть лампочка, ещё пара зажигалок. Да бегу я, бегу уже, бегу. Всё, давай. Вот, я открыл здесь проходы, здесь выходы, заходы. Давай посмотрим, что ты от меня хочешь. Что надо? Ваши руки... Серьёзно, блядь. Мои руки заняты. Ладно. Я готов общаться. Алло. И ещё раз здравствуйте, Дуэйн. Как там у вас дела? Всё в порядке? Есть что-нибудь интересное по телевизору? Если вам нужны рекомендации, я могу спросить у Фрэнка. Он обожает телепередачу, он только ест, спит и сидит перед этим дурацким ящиком. Иногда всего этого понемножку и одновременно. Самое трудное, с чем мне когда-либо приходилось сталкиваться, это пытаться вырвать у него пульт из рук. Это единственное, что ему дороже, чем я. Возможно, всё дело в кнопке отключения звука. Я ведь могу болтать и болтать обо всём, о чём угодно. Однако, я уже до смерти вас заболтала. Может быть, он прав, когда говорил, что мне нужна кнопка отключения звука. Просто, впрочем, не важно. Извините, Дуэйн. Думаю, мне надо закругляться. Ещё созвонимся. А её не смущает то, что мы не говорим ей ничего в ответ? Вот эта вот херобара, блядь, открылась сейчас. Ничего страшного. Ну, ладно. Ну и хер с ним, как говорится. Открылась и открылась. Так, у тебя опять рассудок кровавый. Почему, блядь, у тебя кровавый рассудок, чел? Эта зажигалка почти пустая. У меня всё почти пустое здесь. А знаешь, что мы сделаем? Так как я открыл вариант вот здесь пройти, можно? Тут лампочки, всё, всё, как говорится, подноготное лежит здесь. Я открыл, нашёл гараж, открыл его. Я-то надеялся, что... Вот зажигалка. Эту давай-ка выброси, пожалуйста. А вот эту возьми. Во, красавчик. Меня игра не то, что прям дико радует, она очень странная. Здесь хер поймёшь, куда надо. Идти тут не очень всё логично, понимаешь? Это немножко напрягает. Так, раз мы нашли кочергу, мне надо на второй этаж. Где этот хер, блядь, от горы-то тут? Ладно. Так, вот тут мы пройдёмся с тобой. Давай, пожалуй, я зажгу, пусть горит. Сейчас пойдём посмотрим. Вот он стоял здесь, потом он переместился в комнату, где звонила бабка. И... Я принёс стремянку. Но она пропала. Я почему-то думал, что здесь можно забраться. Так, ну что, поехали. Вот это хератой надо, видимо, открыть. Кто же мог подумать, что оно всё... Ой, ещё смотри. Что это было, блядь? А чё ты часов-то боишься? В чём проблема? Здрасте, мы наверху. Забор покрасьте. Свечек у меня нет, извините. Нихера тут, блядь. А что, ступеньки уже всё? Ладно. Ну смотри, за всё... Вот мы играем минут сорок, да, наверное, с тобой? Может, меньше, может, больше. И чё-то прям каких-то орных моментов я прям чё-то не заметил пока. Вон, кстати, походу, это кресло-качалка сраное. Сейчас, может, тут свечка где-то завалялась. Улыбка лежит какая-то. Опа! Оп, магия! Магия вне Хогвартса. Я нашёл улыбка-пожалуйста. Так называется достижение, кстати, в стиме. Улыбка-пожалуйста. Не за что. Ну хорошо. Спуститься-то я здесь могу. А, он может подняться. Мне казалось, что в первый раз он как-то нехотя шёл здесь. Чё, туда нельзя? Можно, конечно. Только зачем? Спрашивается нахера Казебаян, если там ничего нет полезного. Ладно, свечей нет, ничего нет. Пошли посмотрим, чё за... Здорово, креслицы. О! На коробке надпись «Солнце» и «Чай». Блядь! Что за хуйня происходит здесь? Не понял. Это старое кресло-качалка. Ну, это я понял. Мне сюда надо? Нам говорили, типа, сохранения нет, хотя было написано, типа, сейв прошёл. Кому верить, я не знаю. Какой-то призрак какой-то женщины. Пока что страха особо не навеивает. Но это, видимо, явление временное, да? О, кассета. Сохраняемые ключевые предметы. Вокруг вас могут находиться ключевые предметы. Хорошо. Спасибо. Память Джорджа. Давай послушаем, что там за память Джорджа. Симптомы Долорес усугубляются. Доктора говорят мне, что становится всё сложнее поставить точный диагноз. Они говорят, что у неё проявляются симптомы шизофрении, психоза, деменции и ещё бог знает чего. Тихий плач. Ни хрена, всё в цифрах каких-то. Я даже не знаю, что делать. Похоже, от лечения ей делается только хуже. Сегодня она сказала мне, что часто слышит какие-то пять цифр через радионяню. Она сказала, что это ключ к внутреннему дому. Что это вообще может значить? Что мне делать? Я не знаю, что мне делать, чувак. А ты хочешь, чтобы мы знали, что делать тебе. Так, вот эти цифры. 5-0-3-9-3, по-моему, да? Судя по верхнему ряду. 5-0-3-9-3. Притом оно везде тут, видишь? Это какой-то пароль, видимо, где-то надо будет везти. Стремная херня. Стремота. Здесь можно хранить аудиокассеты. Так она уже там лежит. На ящике изображёт музыкальный символ заперта. Ну, вроде всё. Я навёлся на этот тапочек. Здесь нарисован, типа, ключ. Вы нашли тапок. Какая логика? Я не очень понимаю игры, когда они абсолютно, блядь, нелогичны. Зачем мне тапок здесь? Мне надо открыть эту дверь, либо мне надо подняться обратно там, где я упал отсюда. Что это такое? Похоже, чего-то не хватает. Ну, давай поржём. Неужто тапочек надо повесить? Слава богу. Я уже боялся. Думал, как-то странно всё. Один тапок я нашёл. Где-то, наверное, валяется вот второй. Похоже, чего-то не хватает. Какая логика, блядь, в этом? Я не понимаю. Зеркало разбилось, потому что мы положили тапочки, и вещи пропали, блядь. Ну, не знаю, чуваки. Честно, как-то очень странно. Очень-очень подозрительно и очень странно. Здрасте. Почему-то не загорается. Почему Иисус этой свечкой не загорает? Мне кажется, Долорес там. Если она там, то мне пизда, короче. Давай выпьем таблеток. Вся эта паранормаль... Паранормальная хрень очень пагубно влияет на нашего главного героя. Бутылка пуста, хранить её нет смысла. Что это было? Что это было? Почему так? Так, чувак, здесь были какие-то компоненты, разные вещички, по-моему. У меня полупустой инвентарь. Мне кажется, надо... Ну, у меня есть две зажигалки, лампочка, в принципе, в принципе. Вот этой крови, по-моему, тут не было. Кровищи тут не было. Так, что мы сделали? Мы что-то с тобой сотворили, блять, какую-то дичь непонятную. Я, честно говоря, пока в раздумьях вообще, что нам делать дальше. Ну, давай пойдём по следам крови. Ваша зажигалка почти пуста. Да я понял. Куда это ведёт, как ты думаешь? А ведёт оно, по-моему, в комнату в самом начале. Так, вот здесь, по-моему, что-то было. А вот, Жига. Давай вот эту, наверное, выбросим, правильно? Эту я возьму. Тут уже какие-то кишки пошли, смотри, нормально так, да? А ведёт это всё сюда. Так. Ебануться. Надо сохраниться. Ну, давай прыгнем. Посмотрим, что это такое. А, я могу прямо спуститься. Прямо самостоятельно хотят, чтобы я это делал? Ну, давай. Давай. Если бы она была чуточку логичней, мне кажется, это был бы шедевральный хоррор. Я куда-то... Куда-то я спустился. Зажигай, дурак, бля. Вот. Назад, понятное дело, дороги нет. Хотя, в принципе, подняться можно было попытаться. А куда мы спустились? Какие-то канализации. Ты не присаживайся сразу, давай. Ладно, давай посмотрим. Ну, чисто так, ради любопытства, как говорится. Здесь ничего. Странно. Там даже ни черепа, ни записки. Здесь тоже ничего нет. Радует хотя бы, что из дома мы вышли. Но это место ничем не лучше той локации, где мы с тобой изначально были. Хотя там свет есть. Как бы надежда. Все, я умер. Коль я не сдох, почему-то не загорается, бля. А почему? Я туда не пойду, там не видно ничего. А, видно. Какие-то зеркала. Она слишком все реалистичная. Она прям вообще напрягает. Это даже не Silent Hill. Я даже не знаю, что это. Там кто-то был. Сжига не работает. А нахер нам-то зажигалка? Она в жопу, бля. Там, по-моему, чел тот был, которого мы с тобой видели дома. Я его должен найти как-то, да? Я могу зайти в это зеркало? Нет. Бля, позади нету. Она там висит? В другом измерении? Давай еще раз пройдем. Сделаем еще раз хороводик вокруг этих зеркал. Вон там, чувак. Чувак. Я, честно, вот пока не очень... Блядь! Ебаный дурак! Нахуй! Это было хорошо. Я не понял, что мы сделали. Ну, мы что-то сделали и куда-то упали. Как-то так. Этого всего не было в оригинале. Поэтому не работает, Иисус. Понимаешь, зажигалка? Свет Божий нам не дается сегодня. Верни мне моего ребенка. Я никого у тебя не забирал, блядь. Старая корга. Не работает. Крывается? Я туда не могу заходить, потому что... Ты же знаешь, что в темноте нашему главному герою сразу плохо становится. Сразу не то что-то. Еще одно зеркало. Опа! И мы с тобой в старом знакомом месте. Смотри, как хорошо, а? Лягко, красиво. Можно обратно? Да, я могу перемещаться через это зеркало. Хорошо, что я открыл гараж. То есть я сейчас быстренько, четенько, красивенько... Это все мои старые вещи. Попадаю прямо в гараж. What the fuck? Она не была разбита. О, это слямзили с Silent Hill The Room, по-моему, да? Такая же штука была там. Можно ее как-то выключить? Это реально вообще сделать? Происходит. Ну, он ее где-то там провода, видимо, подшаманил и спокойно отрубил. Никого не смущает, что там огромная булава? Или что это? Да, огромная булава. Посмотреть встать. Да не вставай ты! Не, ладно, вставай. Слушай, давай здесь закончим, наверное, возле этой машины. И если что, если вам игра понравилась, то в следующей серии отсюда и продолжим. Так что очень странная игрушка. Она, в принципе, вроде неплохо сделана, но она, сука, нелогичная вообще. То есть догадаться, что надо делать, это надо прям быть каким-то, не знаю, прям Шерлоком Матьево Хоунсом. Ну, ничего. Будем разбираться. Если вдруг всем она понравится дико, то придется ее проходить дальше. С вами был Брэнсю. Хорошего. Увидимся в новых сериях. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok